Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, товарищи. Мы начинаем очередную лекцию нашего курса для студентов экономического факультета МГУ. Это целая серия лекций, надеюсь, потом будут не только мои лекции, лекции Андрея Ивановича Колганова, но и лекции наших иностранных коллег, посвященные современному положению в экономиках не только развитых, но и развивающихся стран в экономике России, и в центре нашего внимания проблема государства и рынка. Это тема всего курса, а сегодня мы будем говорить о специфике рынка в условиях пандемии, специфике рынка последних двух лет. Итак, я неделю назад вам рассказывал о специфике рынка 21 века, отчасти повторяя то, что звучало ранее, не в этом курсе, но Бузгалин об этом говорил много раз. А сегодня я хочу сосредоточиться на том, как этот рынок 21 века изменился в условиях, когда массовое распространение коронавирусной инфекции вызвало очень серьезные изменения в жизни каждого человека, каждого предприятия, стран и мировой экономики, мирового сообщества в целом. Я остановлюсь на нескольких ключевых вопросах, и первым из них будет разговор о, точнее не разговор, а краткий рассказ о том, что государственное регулирование стало основным фактором, определяющим специфику рынка, результаты рыночной активности тех или других агентов, это и мы с вами потребители, и мы с вами работники, и крупный, и средний, и малый бизнес, общественные, и государственные организации, все те, кто покупает, продает, берет кредит, пытается отдать кредит, что-то арендует или сдает в аренду на рынке, не говоря уже о более сложных взаимодействиях, которые присущи современной рыночной экономике. Как выяснилось, в условиях пандемии именно государство становится тем, кто вот в эти все параметры вносит главные изменения. Второе, на чем мы остановимся, это изменения в технологической и отраслевой структуре, которые произошли в условиях пандемии, ну или во всяком случае в условиях массового распространения коронавируса, и это будет очень важным аспектом, поскольку эти изменения существенно, как вам сказать, представление о рынке и о его динамике, его возможностях и невозможностях, о том, что может и что не может рыночное саморегулирование, изменили. Пандемия существенно изменила представление о том, как рыночная конъюнктура влияет на структуру рынка, пропорции и все те параметры, которые традиционно считались прерогативой именно независимой свободной конкуренции, так называемой невидимой руки рынка. Третий вопрос, на котором я хотел бы остановиться, это ключевые проблемы, которые возникли в сфере новых феноменов, характеризующих рынок именно 21 века. Это прежде всего положение корпораций, как локальных манипуляторов на этом рынке, как это сказалось, на тотальности рынка, ну и, конечно же, что произошло с продажей, производством и покупкой симулякров, знаков, которые не имеют за собой реального содержания. То, о чем мы говорили с вами неделю назад. Вот как это все изменилось, как специфический рынок 21 века трансформировался. Ну и, наконец, последний вопрос, на котором, я надеюсь, мы успеем остановиться. Это, наверное, один из именно политико-экономических вопросов, которые всегда задает ученый, интересующийся проблемами производственных отношений и их отражений, их рефлексии в сфере социальной жизни, в сфере политики, идеологии и даже культуры. Я думаю, вы догадались. Это вопрос, кто выиграл. Кто выиграл и кто проиграл. Первый ответ, который напрашивается, мы все в одной лодке, все оказались в тяжелом положении, все в чем-то выиграли, все в чем-то проиграли. Он верен лишь отчасти, и эта часть мала. Существенные изменения, и не только структурные, но и социальные, вызванные пандемией, повлияли на наше общество, и ряд агентов рынка существенно выиграл, как ни странно, от трагедии человечества и трагедии нашей страны, а ряд большинство проиграли. Вот это четыре вопроса, на которых я хотел бы остановиться, но сначала маленькая преамбула. То, о чем я говорил в самом начале курса и то, что будет постоянно повторяться, иначе мы не сможем понимать всех тех моментов, о которых я буду говорить ниже. Дело в том, что коронавирус стал просто одной из тех глобальных проблем, о значимости которых большие ученые, интеллектуалы, художники и некоторые, к сожалению, только некоторые политические деятели всерьез даже не говорили, а я даже не знаю, какое слово здесь подобрать, какой термин. Алармизм? Нет, алармизма не было. Было предупреждение и попытка бить в набат без всякого алармизма, просто потому что действительно это очень серьезно, и показать, точнее это было показано, попытка донести вот эти результаты исследований, результаты полученных, полученные выводы до населения, до правителей, до масс, до общественных организаций. Что донести? Очень простой и очень важный вывод. 21 век это эпоха, когда глобальные проблемы из пространства разговоров футурологов переходят в пространство практических, важнейших, определяющих нашу жизнь, параметров и в экономике, и в социальной сфере, и в культуре, везде. Эти глобальные проблемы, экология, но здесь пока до такой степени, как с коронавирусом, жареный петух не клюнул. Хотя, если бы мы находились не в пространстве Российской Федерации, а в пространстве, я не знаю, Федеративной Республики Германии, или в Соединенных Штатах Америки, или многих, на самом деле, пространств, подпространств Китая, для нас эти вопросы стояли бы как первоочередные. Приведу только один маленький пример с Китаем. Выживание во многих мегаполисах Китая становится проблемой, или точнее стало проблемой на протяжении последних десятилетий. Это трудно понять, но когда вы окунаетесь в атмосферу смога, в котором без маски, как минимум, респиратора, как максимум, передвигаться по улицам физически опасно, вы поймете, что экология это угроза, причем, по многим, во многих аспектах не меньше, чем коронавирус. Вот масочный решим для этих пространств, и не только Китая, это реальность уже не первые десятилетия. Мне просто доводилось бывать на этих улицах, и поскольку мы как-то были к этому неприготовлены, считали это чем-то, как раз алармистским преувеличением, то на следующий день у моих коллег, у меня глаза фактически не могли видеть, слезы застилали глаза, выступать на конференции было невозможно. Состояние было такое, что ты одновременно простудился и заразился непонятно чем. Тяжело, просто физически тяжело. И это было до всякой пандемии, до коронавируса и в массовом масштабе. Коронавирус стал второй ударивший по человечеству очень мощно глобальной проблемой, о наличии которой также постоянно говорилось. Это угроза негативных последствий, неконтролируемого, точнее так, жесткое, неконтролируемого на международном уровне с приоритетом этих международных организаций, использования, разработки и использования современных технологий. Откуда бы он не пришел, как бы это ни было, это один из компонентов того, что в современных условиях вирусы становятся ключевой проблемой, вызовом, в частности потому, что коронавирус практически невозможно победить, во всяком случае, на современном уровне развития науки, не говоря уже о технологиях. Мы теперь будем жить с этим много лет, может быть когда-нибудь, когда-нибудь, создав эффективные лекарства для его лечения, так же как есть, скажем, лекарства для лечения, я не знаю, каких-то простейших заболеваний, от которых мы избавляемся через несколько дней. Пока до этого далеко. Я не буду ходить дальше в перечень глобальных проблем, это не тема нашего сегодняшнего разговора, просто я хочу подчеркнуть, это реальные глобальные проблемы. Упомяну только одно, о котором мы будем говорить в связи с пандемией, это проблема социального неравенства и массовой бедности, но это потом, хотя для тех, кто сейчас в условиях пандемии оказался в пространстве прожиточного минимума и ниже, особенно такого, как в России, это катастрофа уже сегодняшняя, но не обо всем сразу. Итак, преамбула завершена, переходим к тому, о чем я хотел говорить в рамках первого вопроса. Государство стало важнейшим фактором, определяющим все основные параметры рынка. Почему? Потому что главное, от чего стали зависеть объемы, структура, покупок и продаж, кто и что покупает, кто и кому продает, цены на значительную часть продукции, положение, бюджетные возможности акторов рынка, домохозяйств, фирм, причем как малого и среднего бизнеса, так и крупных корпораций, возможности государственных общественных организаций, в той мере, в какой они участвуют на рынке. Государственные корпорации это рыночные акторы, даже университеты или школы это рыночные акторы, потому что закупают большое количество услуг, а университеты еще и продают некоторые услуги, половина студентов у нас платные и не только в этом заключается коммерческая деятельность университетов. Это только малые примеры. Я уже не говорю о здравоохранении. Итак, что же именно произошло? Давайте зафиксируем и сделаем некоторые политико-экономические выводы из общеизвестных фактов. Факт номер один. Возникла система жесткого административного ограничения и регулирования практически всех сфер рыночных отношений. То, что ранее выглядело как атрибут исключительно плановой экономики, причем тоталитарного типа, фактически невозможно в рыночной системе, стала реальностью, причем очень быстро. Представьте себе, что государство запретит деятельность целых отраслей, многие предприятия общественного питания, доступ в ряд пространств, медийные пространства. Я не буду перечислять, вы это хорошо знаете. Фактически это был локаут, локдаун. Точнее, извините, я говорил, естественно, локдаун, а не локаут. И он прошел по очень многим странам мира. Исключения были и не только Швеция. Но правило состоялось. В условиях, когда возникают глобальные проблемы, государство вынуждено прибегать к жестким административным мерам. Вывод для политической экономии. 21 век это эпоха, когда рынок должен развиваться, когда любой рыночный агент должен функционировать и планировать свою деятельность, исходя из того, что практически в любой момент может быть произведена, осуществлена государством вследствие того или иного форс-мажора, система массовых, достаточно долгосрочных шагов по административному, принудительному ограничению или запрету их деятельности. Из этого следует сделать политико-экономический вывод. Как именно должен быть готов рыночный агент, домохозяйство, малый бизнес, корпорация, государственный или общественный институт к деятельности на рынке в таких условиях? Вы скажете, это непредсказуемо. Да, это непредсказуемо. Но это стало правилом на протяжении двух лет практически во всем мире. И о том, что это возможно, предупреждали достаточно давно. Следовательно, мы должны сейчас дать теоретические выводы о том, что это, почему это, насколько это действительно необходимо. Или мы можем не полагаться на такие меры и предложить рынку и свободному волеизъявлению индивидов, решать вопрос о том, общаться или не общаться, посещать или не посещать, рестораны, магазины, кинотеатры и так далее. Есть разный практический опыт. Сейчас идет интенсивное изучение, сравнительный анализ результативности, и это интереснейший теоретический вопрос. Пока существующие результаты показывают, что ограничения, проведенные вовремя систематически и планово, а не в качестве стихийных методов, которые принимались неравномерно, без продуманной модели реализации этих локдаунов, не согласовывая деятельности в разных регионах и в ряде случаев не согласовывая локдауны с закрытием перемещений между этими регионами. Я говорю не только о России, может быть даже в первую очередь не о России. Вот там, где эти меры были хаотическими или не предпринимались вообще, ситуация оказалась намного хуже. Там, где эти меры оказались целостными, я подчеркиваю, целостными, охватывающими все параметры жизнедеятельности человека, а не просто рыночную деятельность, там эти меры оказались эффективными. Один из примеров здесь несколько неожиданный – Китай. Там введение жесткого контроля по всем параметрам, да, существенно ограничило индивидуальную свободу человека, это еще один вызов, о котором мы будем говорить позже, когда мы будем говорить о том, кто выиграл, кто проиграл, в чем. Но вызвав существенное ограничение в индивидуальных свободах и правах, меры Китая позволили существенно и быстро локализовать вспышки коронавируса, даже не вспышки, а распространение коронавируса, и быстрее, чем в других странах, свести заболевания и смертность, если не нулю, то практически к минимуму, к едва заметному минимуму. В числе таких мер были QR-коды, которые были введены практически с самого начала, они были зафиксированы в девайсах, которыми сегодня обладает подавляющее большинство китайцев, но заключим те, кто живет в отдаленных пространствах, где распространение коронавируса было незначительным, и каждый гражданин, каждый рыночный агент, если говорить о корпорациях, малом бизнесе, там, всем, чем угодно, начиная от маленькой забегаловочки и заканчивая университетом, каждый из них работал по правилам, с жестким контролем и с общенациональным учетом и контролем за системой деятельности человека. Все те, кто оказывался в пространстве, где был в последние дни индивид или какой-то, я не знаю, предмет, который поставляется, передвигается, продается, покупается, или иной объект, который может переносить коронавирусную инфекцию, получали сообщение, и им принудительно, но без полиции и каких-либо иных мер предписывалось не покидать помещение, ну или не перемещать товары на протяжении двух недель. Надо отдать должное, китайское общество дисциплинированно реализовывало эту меру. Вот вам, пожалуйста, один вариант, который сработал весьма эффективно. Прямо противоположный вариант, шведский вариант, когда вообще не предпринимались локдауны, даже самые жесткие периоды, где ситуация оказалась не катастрофической, то есть она оказалась, как и везде, катастрофической, но не была катастрофически более жесткой, негативной, чем во многих других странах Европы. Ну, выводы можно еще продолжать, в любом случае я хочу сделать выводы. В условиях реализации, практической реализации, как актуальных глобальных угроз, мы оказываемся в положении, когда жесткие принудительные административные меры государства являются частью экономической жизни, которым должен быть готов рынок и заранее знать, как он будет себя вести. И мы, как покупатели и продавцы рабочей силы, и любой представитель бизнеса или государственных структур, как актеров рынка. О государстве как таковом мы будем говорить позже. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это формирование системы нормативов. В большинстве случаев экономическая теория, вопрос создания, внедрения системы нормативов, качества, количества, структуры и социальных нормативов, и контроля за их реализацией, вот все эти вопросы экономическая теория, как правило, не рассматривает или рассматривает в каких-то сугубо специальных курсах, узкотематических статьях и так далее. Между тем, нормативы, качества, то есть вот качество продукции, я обращу на это внимание, потому что один из возможных факторов возникновения коронавируса, это как раз отсутствие жесткого контроля за качеством продукции, кстати, в том же Китае, а может быть и в США, потому что сейчас есть информация о том, что в США коронавирус появился раньше, чем в Китае, а может быть где-то еще. В любом случае, отсутствие контроля за качеством продукции, за технологиями, в данном случае речь идет о микробиологических технологиях, но таких технологий очень много, это важнейшая часть государственной экономической деятельности и важнейший параметр рынка. Сегодняшний рынок, это рынок, на котором многие нормативы устанавливаются на государственном уровне, когда любой актор рынка должен действовать в рамках этих ограничений. Далее, мне кажется, принципиально важным строить любую деятельность государства, любую деятельность рыночного агента, будь то, давайте посмотрим не на потребителей, а на производителей и продавцов в данном случае. Любой рыночный агент, намеревающийся реализовывать свою продукцию, в этих условиях должен все свои действия, то есть все сферы своей активности, производство, согласовывать с нормативом, если вы произведете продукцию, не соответствующую нормативам качества, вы не сможете ее реализовать, соответствующую нормативам в области технологических ограничений. Если у вас технологии не будут достаточно безопасны, ваша продукция будет запрещена. В области, дальше мы переходим в ту сферу, которую я еще не называл, в области экологии, если ваше производство загрязняет окружающую среду выше определенных норм, ваша продукция, точнее, деятельность вообще вашей корпорации может быть прекращена, ну или как минимум вы понесете большие экономические убытки, штрафы, санкции и так далее, ограничения продаж. Четвертое, нормативы в области социальной сферы, где вы обязаны обеспечивать условия труда, определенные параметры продолжительности рабочего времени, ограничения, ну и в связи с глобальными проблемами и в частности коронавирусом, многие ограничения, которые могут появиться совершенно нежидно, например, социальной дистанцией. Такого же рода ограничения могут появиться в условиях других форс-мажоров, в частности связанных с загрязнением окружающей среды, а могут быть связаны и с другими социальными проблемами или с проблемами внешних воздействий, глобальных внешних воздействий. Я уже не говорю о возможных угрозах войны или аналогичных глобальных угрозах. Итак, система нормативов как важнейший параметр, на который ориентируется рынок. Третий компонент, на который ориентируется рынок, это непривычный для экономиста, особенно экономистов, скажем так, неолиберального плана, аспект. Цены на рынке могут оказаться объектом государственного регулирования и даже прямого установления. Пандемия привела к тому, точнее вызвала необходимость в прямом установлении цен на многие виды продукции, причем жизненно важные. Первоначальная волна рыночной эйфории, я подчеркиваю, эйфории для ряда производителей, сменилась жестким ограничением. Ну, самый такой трагический, смешной, трагикомический пример, мы, пожалуй, с акцентом все-таки на трагический, это производство масок. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, или на это обратили больше внимания ваши представители старшего поколения, но это для тех, кто там 16, 17, 18-летние, возможно, и слушатели моих лекций, студенты, наверное, уже в полной мере осознали эту проблему. Речь идет о масках, цена которых, как показывает сегодняшний опыт, не превышает 5 рублей за штуку, на самом деле еще ниже. А в условиях пандемии, в первые недели даже, а не просто дни, цена на них доходила до 30, а в каких-то случаях и более рублей за штуку. То есть цены выросли в 6, как минимум раз, обеспечив спекулятивные сверхприбыли для тех, кто наживался на трагедии, по сути, человечеству. Ну, довольно быстро общество спохватилось, что так действовать нельзя. И сначала на локальном уровне, потом на федеральном уровне, потом на международном уровне, стали создаваться системы регулирования цен, запрет на цены выше определенного уровня, ну, в России выше 5 рублей, а во многих странах, сказать, просто массовые интервенции государства, которые делали заказ бизнесу, полупринудительный заказ, и потом бесплатно распределяли маски, или раздавали маски там, где это было особенно необходимо. То есть, опять-таки, и рыночные акторы, и потребители, то есть рыночные акторы-производители, и рыночные акторы-потребители должны быть готовы к тому, что в условиях вот такого рода форс-мажоров может возникнуть два рода стратегий. Стратегия номер один для производителей. Пользоваться трагедией или любыми другими экстраординарными обстоятельствами, и резко расширять производство, взвинчивая цены, не считаясь ни с нравственными, ни с социальными, ни с культурными ограничениями. Покупают маски, значит, будем продавать дороже. Не может человек, живущий с доходом ниже 12 тысяч рублей, покупать каждый день, точнее, каждые 2-3 часа новую маску за 30 рублей, то есть тратить в день 120 рублей из имеющихся у него 400, а то и 300 на маске, значит, будет ходить без масок, заражаться и болеть, а то и умирать. Никаких проблем, ничего личного, чисто бизнес. Ну или наоборот. Действовать нестандартно, что на самом деле предпринял ряд корпораций, кстати, стратегически на этом выиграл, заявив свою социальную ответственность и обеспечив низкие цены на те же маски, они затем перешли даже к их бесплатной раздаче, и бренд фирмы от этого сильно выиграл, в конечном итоге их капитализация выросла, и они получили больше результат, чем наживаясь на конъюнктурной спекуляции. Из этого не следует, что данные фирмы стали большими любителями благотворительности, из этого следует, что они сделали стратегически выгодный для них шаг, но и в какой-то момент это оказалось полезнее для человечества, чем циничная спекуляция. И маски – это только очень маленький пример. Гораздо более важными стали примеры, связанные с доступом к продуктам питания в условиях локдауна, медикаментами, особенно жизненно важными медикаментами, лекарственные препараты, ну, пусть не спасающими, но помогающими в процессе лечения коронавируса, взлетели в цене, в России они достигали десятков тысяч рублей, ну, более 10 тысяч рублей, извините. И затем, опять-таки, только государственные ограничения, снизили эту цену до 6 тысяч рублей, тоже, вообще говоря, сумасшедшая цена, особенно если болеет несколько человек в семье, плюс к этим препаратам, ну, ладно, я не буду увлекаться, да, ведь мы говорим сейчас о регулировании цены. Ну, и, наконец, еще одним важнейшим параметром, определяющим конъюнктуру рынка, стала система государственной поддержки одних сфер экономики и неподдержки других сфер экономики. То есть, выживание, успех, а в ряде случаев и даже с обогащением темпами выше обычных для многих фирм, стало зависеть не от качества продукции, не от умения правильно позиционировать себя на рынке и провести необходимые маркетинговые пиар-операции, не от каких-либо других параметров, от того, насколько данные фирмы либо объективно оказались в привилегированном или, наоборот, трагическом положении. То есть, попали в число тех, кому государство помогает, или не попали в число тех, кому государство помогает, в том числе безвозмездно, или там освобождая от налогов, или обеспечивая льготными кредитами. Это объективно, так, независимая от фирмы ситуация, да. Кто-то оказался в этом пространстве в силу своей специфики, в специфике отрасли, региона, кто-то не оказался в этом пространстве, в пространстве помощи, поддержки. Но был и другой компонент, о котором надо обязательно помнить. Это возможность лоббирования, а то и просто коррупционного воздействия на государство с целью получения поддержки там, где государство, исходя из, ну, скажем так, социально ориентированных предпочтений, не оказывает поддержки. Я во вводных лекциях приводил несколько примеров. Мне доводилось об этом говорить даже на центральном телевидении. Даже туда дошла эта проблема. Я об этом говорю не для того, чтобы... Просто для того, чтобы показать, насколько это был значимый компонент. В частности, ряд туристических компаний, предлагающих услуги элитного спектра, получили государственную поддержку в условиях пандемии. Хотя я не уверен, что элитный туризм это главное, что надо было поддерживать государство в условиях, когда люди оказались на грани жизни и смерти, а во многих регионах ситуация была просто трагическая. В силу просто, ну, очень низкого уровня обеспечения медицинских учреждений, аппаратами, там, искусственной вентиляцией легких, томографии и многими другими. Вот эти четыре компонента я хотел подчеркнуть как новые совершенно параметры рынка, на которые надо ориентироваться в условиях, когда глобальные угрозы становятся реальностью, о которых обычно не пишут в учебниках микроэкономики и в учебниках макроэкономики, если упоминают, то мельком и вскользь. Еще раз напомню, административные ограничения и барьеры, причем гораздо более масштабные и жесткие, чем когда-либо. Второе, это система нормативов, прежде всего, качества, технологии, экологических нормативов. Третье, это прямое установление цен или регулирование цен или ограничение уровня цен. И, наконец, последнее, это наличие или отсутствие прямой государственной поддержки в форме либо субсидий, либо дешевых кредитов, либо отсрочки или снятия платежей, налоговых платежей и других форм поддержки. Это был первый вопрос. Мы говорили с вами о чем? Мы говорили с вами о том, что стало важнейшими параметрами рынка в условиях пандемии, в условиях, когда глобальные проблемы стали реальностью. Второй вопрос, на котором я хотел остановиться. Кто и как на рынке, о котором мы говорим, развивался в этих условиях? Этот вопрос будет прямо связан с тем, кто выиграл, кто проиграл, но давайте начнем просто с того, где рынок развивался и очень активно, а где, наоборот, произошли резкие сокращения производства, сбыта, ну и, соответственно, потребление этих товаров и услуг тоже сократилось. Вы уже догадались, что в качестве бенефициаров пандемии выступили практически все те предприятия, сети, организации, которые занимались производством, распространением, обслуживанием деятельностей, связанных с информационными технологиями. Те, кто был готов к возможному буму в этой сфере и очень быстро отреагировал на подобного рода вызовы, обеспечили себе невиданные ранее темпы роста продаж, капитализации актов, активов, извините, ну и как следствие прибылей, которые получали прежде всего инсайдеры, ну, во вторую очередь акционеры, ну и немножко налогополучатели, поскольку налоговые платежи тоже несколько выросли. Приведу только один пример, близкий нам с вами. Российские университеты и соответствующие государственные органы регулирования, а также школы, даже, наверное, в первую очередь школы, а также университеты и другие образовательные учреждения, оказались не готовы к такого рода угрозе, в отличие от ситуации, сложившейся в наиболее развитых странах. И в России мы оказались вынуждены использовать платформы, которые предлагали зарубежные корпорации. Самое грустное при этом, что различные образовательные учреждения использовали и используют разные платформы, все это очень плохо совместимо. И первый год практически все преподаватели, большая часть школьников, ну, для школ в меньшей степени, или университета в большей степени, оказались вынуждены работать в нескольких разных режимах, осваивать разные варианты деятельности. Университеты искали варианты IT-специалистов, привлечения IT-специалистов, которые помогли им все это наладить. В общем, все это оказалось очень грустным в пространстве, в отличие от пространства, где уже до этого развивались формы дистанционного обучения, образования. Ну, прежде всего, курсеры и многие другие. Я не фанат дистанционного образования, мне кажется, отсутствие личного общения со студентами, или со школьниками, или с преподавателем очень существенно обедняет процесс ибо образование это не только обучение, это еще и общение, сотворчество педагога и учеников, учеников друг с другом. Здесь это крайне ограничено, затруднено, но, тем не менее, в условиях форс-мажора это оказалось необходимо. Но это только маленький пример, как российские университеты и государства совместно с IT-технологиями корпорациями могли получить огромные бенефиции, предложив миру удобные платформы. Вместо этого мы оказались в положении тех, кто заимствовал эти платформы и платил за это в конечном итоге большие деньги, приведшие к росту миллиардных долларов, естественно, росту на миллиарды, точнее так, прибылей этих корпораций и стоящих за ними контрагентов. Это и финансовые институты и иногда государства. Это только один пример. Естественно, я привел пример, который был ближе мне, как профессору. Вы можете привести примеры, которые знают все, как потребители. еще важнее и одновременно сложнее обстояло дело в промышленном производстве, где отсутствие интернета вещей в сколько-нибудь массовых масштабах привело к огромным потерям, там, где он отсутствовал. А в России это подавляющее, абсолютное большинство предприятий материального производства, да и сферы обслуживания тоже. и так вот сфера IT-технологий или материального производства, где IT-технологии были заранее внедрены, в том числе интернет вещей, я не говорю уже даже о робототехнике, во всех этих пространствах в большей или меньшей степени бизнес выиграл и не пострадали или в меньшей степени потеряли потребители. Вторая сфера, где наиболее жестко, наверное, болезненно для людей проявились проблемы неравномерности влияния глобальных проблем, в частности коронавируса на бизнес и на потребителя, это сфера медицины, в целом здравоохранения, сфера производства оборудования и медикаментов, все пространство, включая даже проблему транспорта и строительства, связанного с медициной и здравоохранением. экстренное строительство больниц, клиник, переоборудование пространств, медицинских учреждений и так далее. Все те, кто оказался в этой сфере, частью получили высокие спекулятивные прибыли, частью после введения жесткого государственного регулирования с одной стороны и формирования масштабных государственных заказов с другой стороны оказались выигрыш. Вообще говоря, в той мере, в какой экономика была государственно регулируемой и государственные заказы ориентировались не на рыночную конъюнктуру, а на потребности решения вот этой глобальной проблемы сохранения здоровья людей, качества жизни, поскольку здоровье это одно, а, скажем, голод, когда ты тратишь деньги на лекарства или почти голод или снижение потребления качественных продуктов, когда ты почти все деньги тратишь на лекарства, это другое, но прямо связанное с первым. Все это оказалось в условиях, когда государство ориентировалось на, еще раз подчеркиваю, интересы государства как целого, безопасности, стабильности и так далее. Второе, на интересы, наверное, первое, на интересы жизни и смерти граждан, второе, на интересы качества жизни и третье, на интересы государства как целого. Видите, каким-то державником сталкать и бюрократом, начав с государственных интересов сначала. Вот в той мере, в какой ориентируются эти три группы интересов, они на конъюнктуру рынка, решение проблем приоритетного развития здравоохранения, производства оборудования, медикаментов, всего, что необходимо, вплоть до образования дополнительного, оказалось, решено без большого выигрыша, но с выигрышем для государства и частного бизнеса в этих сферах и, главное, при этом, без большого ущерба для населения. Там, где методы были преимущественно рыночными, особенно в странах периферии и полупериферии, потери для беднейших слоев населения оказались очень высокими. Итак, две сферы, которые выиграли в первую очередь. Целый ряд других сфер оказался сопряжен с ними и тоже получил хороший импульс развития. В частности, потребовалось дополнительное производство оборудования, которое потребовало производство оборудования для производства оборудования, заказов на материалы, энергию и так далее. Третья сфера, которая выиграла, это различные формы дистанционной торговли. Я в это пространство уходить не буду, вы хорошо знаете, как это работало. Кто проиграл? Ну, проиграл часть сфер, поддержка которых является предметом больших дискуссий. Они шли, даже, как ни странно, не столько в такой, я бы сказал, прикладной или академической науке, и даже не в пространстве взаимодействия бизнеса и государства, но если они там точнее шли, они не выплескивались на странице научных или полупублицистических научных публикаций. Эти дискуссии оказались, как ни странно, в основном в пространстве средств массовой информации, вплоть до желтой прессы. Я сейчас не буду уходить в медийные дебаты, хотя пришлось в них поучаствовать, а остановлюсь на содержании, политико-экономическом содержании проблемы. Политико-экономическое содержание проблемы состояло в том, насколько поддержка государства должна ориентироваться на все сферы бизнеса, скажем, все сферы малого бизнеса, исходя из того, что он малый. Исходя из того, что всем предприятиям малого и среднего бизнеса в ряде случаев в условиях коронакризиса, локдаунов или жестких ограничений очень трудно обеспечивать воспроизводство и сохранять хотя бы пусть не расширение производства, пусть не получение прибыли, но хотя бы полное возмещение издержек. Причем это касалось подхода именно такого. Весь малый бизнес, еще более широкий подход, весь бизнес должен получать поддержку, потому что всем плохо, включая арендодателей, то есть рантье. Противоположный подход, который вполне корреспондирует с дискуссиями о вообще необходимости вреде селективного государственного регулирования активной промышленной политики и так далее. Вы в курсе этих проблем, я о них говорил не раз и не два в своих лекциях, ну и о них очень много написано и в учебниках, и за пределами лекции. Что такое второй вариант? Значит, первый вариант, поддерживаем всех, потому что всему бизнесу плохо, ну в первую очередь, малому или вообще всему. Второй вариант, поддерживаем селективно, причем государство решает, кого, где, в какой мере поддерживать, а кого не поддерживать вообще. Или, может быть, вот этого не было, но это было бы необходимо. Увеличивать налоги, увеличивать ограничения, может быть, вводить новые налоги. Например, это предполагалось, вот последнюю меру, начну с последнего, сделать для того бизнеса, который получил неожиданные возможности для расширения рынка, в том числе спекулятивного расширения рынка, я только что перечислял эти сферы, раз, и для физических лиц, которые в условиях коронакризиса увеличивают свое личное состояние. При определенной низшей планке этого состояния, ну скажем, там, в несколько десятков или в сотню миллионов долларов в год, или хотя бы миллион долларов в год, то если у тебя условия коронакризиса состояние растет, учитывая, что форс-мажор и угроза для всего мира, для всего населения, будь добр, ограничи свои аппетиты и сохрани свои доходы на до коронавирусном уровне. Жестко, да, нарушение правил рынка, да, но если мы хотим поддерживать тех, у кого благосостояние падает, то надо откуда-то брать эти ресурсы. Ну, таких ограничений практически не было. Были призывы к волонтерским таким добровольным пожертвованиям, брать случаев они привели к тому, что некоторые миллиардеры жертвовали миллионы, то есть десятые доли процента своих доходов, иногда доходило до процента доходов, я не знаю, наверное, можно найти несколько единичных случаев, когда они были большими по относительному весу, но в любом случае это были символические шаги, хотя пиар на этом делался огромный. Итак, проводить или нет селективное регулирование поддержки отраслей, которые оказались в тяжелом положении. Если проводить, то каких отраслей? Есть какие-то сферы, которые выглядят очевидно необходимыми, тоже здравоохранение, и все, что связано со здоровьем человека за пределами здравоохранения, но могут быть и более широкие решения, есть сферы, которые обеспечивают безопасность, ибо угроза войн и военные столкновения, даже не просто угрозы, в условиях пандемии отнюдь не прекратились. Геополитическое, геоэкономическое соперничество, вплоть до прямых агрессий продолжалось. Продолжались и достаточно сильные внутренние напряжения, которые пандемия усилила, массовые выступления в самых разных странах, начиная с Западной Европы, и кончая периферии. Соответственно, безопасность внутри государства тоже надо было обеспечивать. Можно ли считать, что полиция и армия, а также производство всего того, что необходимо для полиции и армии, является той сферой, которая абсолютно необходима, должна быть поддержана в качестве приоритетной в условиях пандемии. Еще одно пространство для дискуссий. и для политико-экономического решения, причем решение, я сейчас подчеркиваю, в данном случае политэкономии, то есть не политическо-экономического как науки, даже не решение в области пространства политэкономии как науки, а решение на стыке вопросов экономики и политики. Ну и целый ряд других принципиально важных вопросов, потому что я, скажем, не исключаю, даже не исключаю, просто считаю, что в условиях пандемии поддержка культуры и бесплатного распространения культурных ценностей, то, что реально происходило, в том числе за счет поддержки, было абсолютно необходимо. Ибо изоляция людей это психологический стресс, если мы не имеем культурных альтернатив, то это будут потери для людей не меньше, чем потери от болезни. Итак, главный вопрос, который я хотел почерпнуть, пандемия обострила выбор, селективное регулирование или его отсутствие? Я хотел бы просто подчеркнуть, что есть и другой аспект вот этого вопроса о том, кого поддерживать, кого нет и так далее. это вопрос о том, кто выиграл и кто проиграл. Фактически этот вопрос я уже осветил, сказав о том, что определенные сферы экономики выиграли, определенные проиграли. Но дело не только в отраслях и не только в региональном разрезе, хотя вот здесь, пожалуй, я сделаю некоторые дополнения, прежде чем перейти к социальным проигрышам и выигрышам. Речь идет о том, что во многих регионах, если говорить о мире в целом, ситуация оказалась несоизмеримо хуже и проблемы помощи международной оказались более востребованы, в других регионах ситуация была намного лучше и там наоборот возникла возможность, или по крайней мере, точнее, даже может быть минимальной возможности и высокая необходимость делиться. То же самое касается проблем внутри стран. Но я дальше уходить в эту сферу не буду, просто хотел это подчеркнуть, а вернусь к проблеме социально различных результатов, я бы сказал, скорее, последствий пандемии. Пожалуй, здесь уместно будут оба термина для кого-то результатов, а для кого-то последствий. О выигрыше я сказал. В мире в целом число долларовых миллиардеров и их состояние выросло. Я подчеркиваю, не просто в отдельных сферах, таких как IT, технологии или производство медикаментов, но в целом число долларовых миллиардеров и их состояние в мире за время пандемии выросло. неравномерно кто-то проиграл, кто-то выиграл, но это всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. В России также даже количественно увеличилось число долларовых миллиардеров, подчеркиваю, долларовых. В то же время сокращение средних доходов по по миру в целом колебалось от трех до пяти процентов по самым скромным оценкам. В определенные кварталы падало до минус десяти процентов и для разных категорий населения оказалось существенно различным. Для беднейшего населения оно оказалось более жестким, негативным по своему воздействию, поскольку здесь даже небольшие проценты сокращения привели к качественным изменениям. В ряде случаев к переходу за границу прожиточного минимума, в ряде случаев к невозможности покупать качественные продукты питания, а во многих случаях к невозможности покупать необходимые медикаменты. И вот эти проблемы оказались очень острыми, что вызвало необходимость соответственно ответных мер государства по социальной поддержке населения. Ну вот тема социальной справедливости, неравенства, бедности, социальной поддержки со стороны государства, равно как и тема добровольного труда и бесплатного распределения благ, то есть выхода за границы рынка, это особая тема. Сейчас, прежде чем перейти к ситуации с современными именно сферами рынка, современными аспектами рынка, его подчиненностью корпоративному манипулированию, тоталитаризмом, рынком симуляторов, хотел бы подчеркнуть только один момент, просил бы его выделить специально, я ему сейчас не уделю никакого внимания, но не назвать его, говоря об изменениях рынка, я не могу. Пандемия показала, что значительная часть проблем экономики может решаться без посредства рынка, причем в ряде случаев решаться на принципах, которые являются коммунистическими, свободная добровольная без расчета на вознаграждение деятельность в интересах не себя, не своих друзей и родственников, а в интересах людей, которых ты совершенно не знаешь, по большому счету в интересах общества в целом. Ну, один пример только назову, это деятельность волонтеров. Вот у меня сейчас напротив меня сидит оператор, который вот именно таким образом действовал в условиях пандемии. Поэтому я думаю, что кто-то из вас, уважаемые студенты, те, кто смотрит эти лекции в интернете, тоже поучаствовал в этой деятельности и стал в этой мере коммунистом. Я не боюсь этого слова, потому что вообще говоря, определение коммунизма это пространство, где люди осуществляют труд вследствие внутренних интенций, без денежной мотивации, без вечной мотивации, труд, который они осуществляют добровольные, никто не приказывает, их никто не принуждает. И результаты, которые попадают, я еще раз говорю, людям, которых они в принципе не знают, или вообще не знают. Или всему человечеству, если они работают не на конкретного человека, которому принесли продукты, а на решение общественных проблем. Вот это я не мог не сказать. То есть, это один пример. Есть масса других примеров, где нерыночными методами решались важнейшие экономические проблемы. Просто имейте это в виду. Исследование этого пространства это то, что лежит за пределами интересов подавляющего большинства экономистов, но что потихонечку входит в пространство экономической науки, даже неоклассической, даже в такой вот, я бы сказал, правой, неолиберальной, точнее, неолиберально ориентированной экономической теории. В поведенческой экономике появились определенные разработки, показывающие, что возможно, во-первых, система долгосрочных неденежных интересов, как важных детерминант поведения актора на рынке, я специально говорю на профессиональном языке, чтобы не было исключительно коммунистических лозунгов, это интересные теоретические разработки, ведь кому покажется важным ознакомиться с ними, пожалуйста, свяжитесь, я вам назову некоторые исходные статьи, в которых есть подробная библиография. Итак, последний вопрос, как изменились современные параметры рынка, вот этот трансформированный пространство рынка, которое трансформировалось, что здесь произошло в условиях пандемии. Что касается такого феномена, как манипулятивные воздействия корпорации, то здесь изменения были, но не глубокие. Хотя, пожалуй, некоторые из них я не могу не отметить. Обострение проблем здоровья, жизни и смерти, занятости, в ряде случаев доступа к качественным продуктам питания, все это существенно скорректировало систему ценностей и влияние корпоративного манипулирования оказалось существенно меньше, чем в условиях, когда таких форс-мажорных обстоятельств нет. То есть, на какое-то время вот эти важнейшие объективные и субъективные проблемы у людей вытеснили и, пожалуй, до сих пор отчасти вытесняют, то подчинение корпоративному манипулированию, которое было и по большому счету остается, но в меньшей мере, правилом для рыночной экономики. Если раньше для нас ориентация на бренд, ну не для нас, каждого из нас, а для большинства, в большинстве случаев, да, мы всегда говорим о массовых явлениях, если для большинства, в большинстве случаев до пандемии ориентация на бренды подчинение тому, что навязывает реклама, вообще, жизнь по стандартам вот этой сбрендившей фейковой экономики была скорее правилом, чем исключением, то сегодня для многих это уже стало, во-первых, сомнительным ориентиром реклама, бренд и все остальное. когда стал вопрос помочь кому-то спасти жизнь или купить необычную, а брендовую шмотку, у людей изменились приоритеты. Если раньше идея помочь ближнему или дальнему, так сказать, знакомому или незнакомому, просто так, бесплатно, или купить модную брендовую вещь, разрекламированную, вот здесь выбор был очевидным, кому зачем помогать, мы живем в условиях рынка, а мне кто поможет, выбор был очевиден, то в условиях пандемии ситуация несколько скорректировалась. Я не берусь сказать, на сколько процентов, к сожалению, такого рода социологические опросы возможно проводились, но мне не встречались, а скорее всего даже и не проводились, коррекции системы ценностей, хотя они были бы очень-очень интересны. Вот, поэтому возможности манипулирования в условиях, когда объективно на первый план выходят реальные проблемы, они сократились. Соответственно, этому сократились и объемы продаж и покупок товаров-симулякров, хотя исключения остались. в информационной сфере целый ряд, целый ряд сегментов, нельзя сказать ряд сегментов, некоторые сегменты виртуальной продукции, я подбираю корректное выражение, виртуальной продукции оказались востребованы даже больше, чем раньше. К сожалению, опять-таки, нет, во всяком случае, легко найти не удалось статистику по продажам игр компьютерных, но я так подозреваю, что они не сократились, наверное, в условиях пандемии, а скорее всего, выросли. А вот многие другие симулякры, связанные с предметами потребления или элитными услугами, они оказались под вопросом или сократились. Это, на мой взгляд, весьма симптоматичный тоже такой признак новой ситуации последних вот уже практически двух лет. Без малого двух лет, когда пандемия с нами или коронавирус с нами, потому что к пандемии по мнению многих это называть нельзя. Ну и, наконец, что касается тотальности рынка. Вот рынок как система, которая подчиняет себе все сферы жизнедеятельности человека, как я только что зафиксировал, в условиях пандемии оказалась существенно ограничена. Тотальность рынка стала под вопрос, то есть оказалась под вопросом, и многие пространства, которые раньше были однозначно подчинены рыночной системе в условиях пандемии оказались выведены из этого пространства. И стали развиваться многие компоненты где-то пострыночной экономики, где-то переходных форм, которые соединяли пострыночные и рыночные методы производства, потребления, распределения и обмена определенными товарами, услугами, трудовой деятельностью и так далее. Вот это те параметры, которые я хотел обязательно зафиксировать. Итак, что касается планов на будущее. В перспективе мы будем говорить о государстве и геополитэкономических аспектах коронавирусной инспекции, инспекции, инфекции, извините, чуть-чуть заговариваюсь, сейчас время уже 20.00, время, когда я читаю лекцию. И я пригласил к участию в нашем проекте нескольких очень интересных зарубежных ученых. У них по-разному складываются возможности, часть из них, к сожалению, не очень здоров, но приглашены Питер Нолан, один из ведущих профессоров факультета развития университета Кембриджа. Долгое время он работал в качестве советника руководителя китайского правительства. Он согласился поддержать наш курс. Думаю, он примет в нем участие. Лекции будут на английском. Я надеюсь, что Питер сделает презентации. Эти презентации мы переведем на русский язык. Кстати, если есть волонтеры и студентов межфакультетского курса помочь с переводом презентации, я буду вам искренне благодарен. Да и человечество, во всяком случае, та его часть, которая смотрит лекции в интернет-пространстве, это многие тысячи человек, тоже скажет вам огромное спасибо. Также на английском нам представят лекции Радик Одессай, фактически автор теории геополитэкономии, разработчик этой теории, автор многочисленных работ на многих языках мира, профессор из Канады, я думаю, она будет говорить именно о международных аспектах коронавируса, кризиса, но говорить в экономико-политическом аспекте, точнее, в геополитэкономическом аспекте. Также, возможно, примет участие в нашем разговоре Ха Джун Чанг, это человек, который не нуждается в представлении, целая серия его книг переведена даже на русский язык, у нас всегда с большим запозданием, в гораздо меньших масштабах переводит известную литературу зарубежную, особенно, если она не ортодоксальная, неоклассическая, но я говорю, естественно, об экономике. Ха Джун Чанг, один из ведущих представителей гетеродоксальной линии экономической теории, тоже профессор университета Кембриджа, одно время он был деканом, сейчас, по-моему, освободился от административной нагрузки, ну, вот, он, правда, сейчас то в Южной Корее, то здесь, поэтому не уверен, что он, примет участие в нашей работе, но есть другие возможности, так что, боюсь, нет, радуюсь и надеюсь, вот, надеюсь, что несколько следующих лекций, может быть, не следующие, буквально, но через 2-3 недели у нас будут прочитаны очень известными учеными, пожалуйста, не пропустите их. хорошие боеприп thirtyomi, что-то Продолжение следует...